Колокольня в поселке Лежнево – гордость местных жителей. Ее видно издалека. Вот только 76-метровая каменная красавица нуждается в реконструкции. Специалисты уже осмотрели состояние памятника архитектуры и в ближайшее время должны вынести вердикт, в каком объеме и что нужно ремонтировать в первую очередь. В этом году уже выделены деньги, чуть более миллиона, на подготовку проекта реставрации. Проект реставрации уже выполнен. Сейчас проходит государственная историко-культурная экспертиза проекта. И в ближайшее время будет получено необходимое согласование. Лежневская колокольня была построена почти 200 лет назад. За эти годы реконструкция проводилась несколько раз. Теперь настало время проводить очередной ремонт. Есть предположение, что она построена в памяти войне 2012 года. Поэтому такая вот архитектура торжественная, парадная. И часы-куранты – это большая редкость вообще в наше время. Причем часы были выполнены московской фирмой «Гратио Бутернов». Известно, что эта же фирма делала часы на Спасской башне Московского Кремля. Кстати, в Иванове тоже были такие же часы. К сожалению, ивановцы не сохранили. На реставрацию колокольни будет выделено порядка 7 миллионов рублей. Еще один миллион направят на разработку проекта реставрации Троицы Знаменской церкви, расположенной по соседству. Основные восстановительные работы Лежневской колокольни запланированы на следующий 2015 год. Но не исключено, что первые шаги по спасению памятника архитектуры будут предприняты в этом году, когда проект реставрации пройдет государственную экспертизу. Действительно нужно делать некие первые противоаварийные или консервационные работы. По образу и подобию, как мы делали по Шуйской колокольне, в стадии разработки проекта мы давали разрешение на первоочередные мероприятия. К примеру, отбивали штукатурный слой, смотрели состояние конструкции. Я думаю, я не исключаю, что в этом году будут даны такие разрешения по колокольне. В сетку-уловку, закрепленную на первом ярусе колокольни, то и дело попадают куски штукатурки. Ее установили, чтобы обломки не падали людям прямо на голову. Ограничиваться такими мерами, конечно, нельзя. Это прекрасно понимают все. Время не щадит памятник истории и культуры.